Никуда вы от них не спрячетесь, от этих экологических проблем. Они у вас в воздухе, вы дышите негодным воздухом, особенности в Москве. Вы пьете абсолютно негодную воду, которая всюду сейчас в водопроводах и в провинции вообще не потребна. И, наконец, еда. Вот давайте поговорим о еде. Сегодня даже официальные органы России признают, что до 70% смертей обеспечивает некачественная еда. Благодаря этому рынку мы снова возвращаемся к этой каллигархической системе власти. Благодаря рынку, заточенному только на одно, на получение прибыли, люди не просто потеряли стыд и совесть, они потеряли разум. У нас сняты ГОСТы, у нас каждый производитель может делать, что он считает нужным. Контролирующих организаций практически нет, а если есть, то все решается за взятки. А кого ты обманываешь? Посмотрите на наше молодое поколение. У нас дети имеют иммунный статус хуже стариков. Ну, пойдем по порядку. Первое. Хлеб. Самый популярный русский продукт. Вообще можно есть в России хлеб? Во-первых, начнем сначала. На Западе уже говорят о том, что селекционная пшеница, которую выводили из соображения морозоустойчивости, продуктивности, урожайности и так далее, никто не проверил, а как она через организм пойдет. А оказывается, в ней полно глютена. Сейчас на Западе модные антиглютеновые или безглютеновые диеты. Очень много народу в России знает слово глютен. Даже в самолете, если ты летишь с Запада, можно заказать безглютеновую еду. Что такое наш хлеб? Посмотрите, кто сейчас, в чьих руках хлеб России. Это председатель Зернового союза Аркадий Злочевский, это президент Союза Мукомолов Аркадий Гуревич и хлебопеков Кацнельсон. Что мы имеем на выходе? Какой хлеб? Многочисленные исследования честных экспертов показывают, что на внутренний рынок России идет некондиционное зерно, кондиционное продается за деньги, почему все указанные выше люди достаточно богаты. Внутрь России идет зерно низкого сорта, и чтобы то, что из него произведено, походило на хлеб, в России поставлено несколько заводов, по-моему, их четыре, которые производят химические добавки, которые делают вот эту дрянь, которую производят из плохой пшеницы, похожей на хлеб. Они создают вкус, цвет, запах, они вообще дают возможность тесту подняться, без них оно не поднимается, дают вот этот припек, эту корочку. То есть мы едим муляж, который совершенно вреден для здоровья и ничего хорошего нам не даст. Я уже не говорю о том, что даже качественная пшеница на Западе сейчас не популярна. От хлеба отказываются многие. В русских магазинах, так сказать, экологических, появилась так называемая пшеница-однозеренка. Вот эта однозеренка, это тот хлеб, который производили наши дедушки и бабушки, он не селекционный, он природный. Ну и даже с ним надо обращаться аккуратно, потому что наши несчастные дети аллергики и глютен они плохо переваривают чаще всего. Первое хлеб. Второе. Посмотрим, у нас так хвастают, что мы там сделали столько агрокомплексов, где производят там, что у нас кур, яйца, свиней, говядину и так далее. Давайте посмотрим, что это за комплексы и что за продукцию они дают. Под действием стимуляторов у нас курица дает несколько яиц в день. Сейчас все обсуждают, что 9 яиц в коробке. А что это за яйца? Да, они стали дороже, но по качеству-то мы вообще не смотрим на слово качество, потому что нас зажали в такую нищету, что нам чего-нибудь только бросить бы в рот. А вот про качество могут уже думать богатые страны. Посмотрите, как ведет себя европеец, американец, канадец. Он прежде всего смотрит на этикетку, он долго ее читает, а русские смеются. А, мы едим все. Вот это, а, жить вообще вредно, тебе скажут в ответ на то, что надо думать о том, что ты ешь. Итак, стимуляторы в яйцах, стимуляторы в курятине. Петеленка дает там сотню, по-моему, или даже больше, превышение ПДК по гормонам роста. Что делается с детьми, которые едят вот это все? Целый букет болезней. Мы получаем больное поколение, мы по существу его лишаемся. Как у нас вообще относятся к детям? Кто-то понимает, что памперсами нельзя пользоваться, мальчик будет импотентом? Нет, это выстрел, направленный в будущее. Кто-нибудь вообще запретил бутылочки пластмассовые и соски пластмассовые в России? Тем более бутылочки с бисфенолом, тяжелейший яд, который рождает все. Онкологию, потерю иммунитета, аллергии и так далее. Нормальные страны давно запретили бутылочки с бисфенолом. В России они идут. Мы ребеночку своему даем яд. Далее. Я почему все время подчеркиваю важнейшую роль ученых сейчас в управлении страной? Мы не разрулим без ученых все эти проблемы. Например, появилась такая жесточайшая опасность, как пластиковая нано-пыль. Любые пластмассы, которые упаковка у нас обильно развита, изделия из пластмасс. Тому же ребенку мы даем пластмассовую погремушку, пластмассовую соску, пластмассовую коляску. Маленькие чешуйки попадают в воздух. И вот эта нано-пыль пластмассовая сейчас засорила все, все среды, воздух, воду. В крови детей, маленьких, грудных, находят несколько сортов пластмасс. Что мы будем дальше делать с такими детьми? Какое спасибо они нам скажут, когда они, входя в сознательный возраст, выяснят, что мы сделали их инвалидами? Они скажут спасибо, мама. У нас есть статья у комитета СТА, которая называется «Зачем ты родила меня, мама? Сколько детей кончают жизнь, самоубийство?» Мы думаем, мы их красиво одели, какую-то еду им на стол положили. Да они не знают, что такое счастье быть здоровым. И еще об одном я хотела сказать. Увлечение ГМО генетически модифицированными продуктами, которые очень выгодны в торговле и дают большую прибыль компаниям, оно смертельно для здоровья. Потому что ГМО чревато многими последствиями. Во-первых, оно дает напрямую бесплодие, рак, аллергию. Кроме того, например, нефтеядная бактерия, которую пытались осадить разливы нефти в Мексиканском заливе, дала микроб Синтия, который сейчас поедает все живое. Ученых надо мобилизовать, а вместо этого в Америке. Убивают ученых, которые говорят о чуме Мексиканского залива. Итого возвращаемся к тому же. Уважаемые сограждане, все, кто нас слышит, кто нас видит, становитесь умными, поддерживайте умных, объединяйтесь в организации, в группы, которые будут заниматься здоровьем, которые будут спасать детей, которые по сути дадут будущим поколениям шанс выжить. Продолжение следует...